Итак, друзья мои, я оглянулся посмотреть часть 20. Мы говорили с вами об ансамбле «Песни и пляски», в котором я проходил срочную службу вместе с Николаем Фоменко и другими моими товарищами. В простонародье ансамбль «Песни и пляски» с моей легкой руки стал называться сокращенно – АПИП. Весь АПИП дислоцировался в одном здании, но это не ограничивало нас в передвижении. Бойцов срочной службы поставили на довольствие в солдатской столовой артиллерийского училища на Московском проспекте. Кроме двух-трех иногородних, у которых не было лишних денег, никто туда не ходил. Мы, домашние ребята, ходили в офицерскую столовую штаба железнодорожных частей, которая располагалась напротив АПИПа. Кто-то что-то часто приносил из дома. На нашем первом концерте в Доме офицеров случился инцидент. Страшное дело. Барабанщик Рахим Ахметович, как потом выяснилось, этим концертом заканчивал свою службу в рядах советской армии. 27 лет безукоризненного битья по барабанам подходили к концу. И вот последний номер концерта – танец «Содружество», в народе называемый «Сожительство», всех родов войск. Оркестры, ансамбль демонстрируют мощь советских вооруженных сил. Итак, три цифры до финала соло барабанов. И вдруг, представьте этот ужас, Рахим Ахметович подбрасывает вверх лихо закрученную палочку, а потом ловит ее прямо-таки цифровым, цирковым, простите, финтом и отпевает финал. После концерта натуральный скандал воин советской армии нарушил устав. Это военный ансамбль, а не балаган. Мы сразу поняли, что с уставом шутки плохи. За выполнением устава следили не только наши начальники. Однажды после выступления в одном из ленинградских военных училищ на сцену поднялся местный генерал. Концерт сопровождался бурными аплодисментами, и мы по привычке приготовились выслушать очередную благодарность от руководства преподавательского состава и курсанта. Мне концерт понравился, сухо отрапортовал генерал, но есть замечание. Почему нарушаете устав? Бойцу положены синие или зеленые трусы, а у вашей солистки белые. Господи, видел бы генерал, что мы носили под формой. Нам повезло. В то время в гостинку, в магазин «Гостиный двор», выбросили финское мужское нижнее белье. Модель была одна – кальсоны и футболка с длинными рукавами, хлопок с начесом, но разных цветов. Розового, голубого, желтенького. И на этом фоне аквалангисты и рыбки. Ну, весь наш призыв отоварился. У меня было голубое, у Фомы розовое. И в этом розовом Коля однажды влюб в историю. После концерта в одной отдаленной части мы готовились к ужину в отведенной нам каптерке. Было очень натоплено, поэтому мы сняли форму и оставались в нижнем белье. Достали тушенку, сгущенку. Тут оказалось, что нет хлеба, и Коля, накинув шинель на розовых рыбок, нахлобучил шапку и побежал в столовку. Он уже возвращался через плац, когда его засек командир части. Эту сцену мы наблюдали из окна каптерки. Увидев розовое чудо в шинели, командир скомандовал – «Стоять! Ко мне!» Фома, услышав окрик, остановился, но вместо того, чтобы действовать по уставу, прижимая к себе драгоценные буханки хлеба, трусцой засеменил командиру и деликатно поинтересовался, мол, чего вы изволите. Дальше начались крики. «Десять суток гаупахты!» «Хорошо!» – согласился Фома. «Что? Хорошо? Есть!» – надо говорить. «Хорошо! Есть!» Фома опять не стал возражать. «Иванов!» – заорал командир. Из окна штаба высунулся Иванов и громко отрапортовал. «Я! Ко мне!» Иванов тут же нарисовался на пороге штаба, по уставу стремглав преодолел нужную дистанцию, остановился за пять шагов и чеканным шагом подошел к начальнику. Вот этого на гаупвахту! И вот Иванов ведет Фоменкову губу. Но их останавливает новый отклик. Оклик. «Отставить!» Оба возвращаются. Командир части обескуражена. «Вас что, в ансамбле вообще ничему не научили?» Коля искренне – нет. Но это случилось уже позже, когда мы стали ездить по округу концертной бригадой. Мы с вами быстро убедили начальство, что кому, как не нам, молодым быть на передовой культурного фронта. Кроме нас в концертную бригаду влились пианист Женя Олешев, барабайщик Андрей Ботанов, Лева Клычков и Игорь Улокин – скрипачи, на бас-гитаре Вадик Рябов, на соло-гитаре Артур Яронос. «Как известно, инициатива наказуема. Теперь мы ездили на гастроли вместе со всем ансамблем, а когда остальные отдыхали, развлекали солдат в составе бригады. Ездили мы в такие дыры, куда большим коллективам трудно было добраться. Побывали однажды и в части, к которой я был приписан». В репертуаре у нас была самая разная музыка, от Антонова и землян до классики. Я читал дурацкую юмореску от имени Грузина, смысл которой судился к тому, что в советской армии хорошо служить парням самых разных национальностей. Еще я был конферансье. На том концерте в Луастаре я по ошибке объявил выступление скрипачей так. «Композитор Чардаш, Монти. За спиной у меня все зашлись смехом, а в зале гробовая тишина. Попав в теплый клуб, солдаты дремали, им было без разницы. Монти написал Чардаш или Чардаш написал Монти. И я мог быть среди них, но по счастливой случайности выделывался на сцене. Пока мы находились там, меня не покидала одна мысль. Слава Богу, я здесь. Проездом. Солдаты мы были еще те. Находясь в расположении какой-нибудь воинской части, мы были вынуждены хотя бы для близиру соблюдать устав. Прибыв в часть, мы, как положено, строились у контрольно-пропускного пункта и шагали до клуба с троем чеканя шаг. Раз, два, три. А на четыре дружно подпрыгивали. Это у нас называлось Апиповский шаг. Очевидцы сначала ничего не могли понять, а когда до них доходило, то мы были уже далеко. Впрочем, местное начальство старалось с нами не связываться. Хотя мы числились рядовыми, но принадлежали к политуправлению. А это слово было магическим для военных. Как-то с Колей, прогуливаясь перед концертом по городу Луга, мы не отдали честь какому-то прапору. И он решил нас построить. Стал орать, повел на гаупт вахту. Мы беспрекословно подчинились старшему позванию. На губе сдали ремни и шапки, но когда нас уже собирались запереть в кутузку, объяснили, что через 45 минут начинается репетиция. А потом концерт в Доме офицеров, где будет все местное военное начальство. И если нас не выпустят, концерт не состоится. Нам тут же вернули ремни и шапки и пожелали хорошо выступить. Концертную бригаду эксплуатировали по полной. Иногда в неделю приходилось давать по 10 концертов. У нас уже рябило в глазах от однообразия территории с одинаковыми выкрашенными кирпичами и плакатами. Одинаковые красные уголки с войсковым знамем и бюстом Ленина. Разнообразие. У нас ели только времена года. Однажды в отдаленной части мы неожиданно обнаружили аптеку с богатым ассортиментом. На самом видном месте красовались презервативы. Не привычное изделие номер два, посыпанное тальком по 4 копейки штука, а подобное западным, обработанное силиконом, к тому же со штампом проверенной электроникой. И вся наша концертная бригада тут же выстроилась к окошечку. Девушка-провизор была не готова к такому наплыву покупателей, тем более к такому интересу, к одному наименованию. Вам тоже изделие интересовалось, она краснее все больше и больше. А с счастливной покупкой мы отправились загорать на стадион. Туда же пришла группа детского сада с молодой воспитательницей. И Фома не утерпел. Пойду-ка познакомлюсь. Накинь что-нибудь, посоветовал кто-то вслед. Накинь проверенной электроникой, уточнил другой. Тихие армейские радости. Обычно приезжая в часть, мы едва успевали осмотреться и начинали выступление. После концерта нам предоставляли помещение и забывали о нас. Тогда мы могли расслабиться, приготовить еду и спокойно поесть. Иногда нам выдавали талоны на питание, но чаще сухой паек или смешные суточные. Поэтому мы запасались консервами. Завтрак туриста, цыпленок с овощами, каша в брикетах, картофельное пюре в порошке. При любой возможности мы с Фомой писали песни. Арина-балерина родилась в летной части под Череповцом. Нас поселили в казарму, где в окнах не было стекол. Их заткнули матрасами, но все равно было очень холодно. На улице минус 20. В туалете стоял влажный, холодный пар. Лампочка, как азбука морза, то гасла, то вновь загоралась. Нам выдали подво матраса, но это не спасало. Кто-то спал в шинели, а мы с Фомой писали песню. К рассвету текст был готов. Когда луна наденет свой ночной колпак, когда внезапно я пойму, что все не так, когда растает дым последних сигарет, когда в карманах денег нет, когда плевать на этикет, когда закат уступит место фонарям, когда мосты дадут дорогу кораблям, когда мне станет все равно, что, может, вы с другим давно, я постучу, и вы откроете окно. А под архангельском мы сочинили «Пусть нас ждут холода, огонь и вода, мы живы порой надежды одной, что если беда, то легче когда, ты рядом со мной, я рядом с тобой, как будто пустяк, но пусть будет так всегда». Мы жили бок о бок, поэтому остальные ребята тоже были при деле, помогали нам, чем могли. После слов «я рядом с тобой» просились еще какие-то слова, но нас заклинило. Промучившись с Фомой какое-то время, мы бросили клич в народ. Была уже ночь. С Васей, Соловьемом и Колей мы бродили вокруг казармы, повторяя незаконченную строку в поисках рифмы для слова «так». И вдруг одновременно сказали как будто пустяк, как будто пустяк. И в это время к нам бежит Антоша Кетман, она тоже кричит «пустяк, пустяк». Так что про армейское братство я знаю не понаслышке. Вася Соловьев запирал нас в казарме, создавая условия для творчества. Ребята предложили помочь, когда мы записывали в доме радио последний час декабря. Женя Ульшин сделал аранжировку, Левый Клычков собрал скрипачей, и мы играли со струнным квартетом. В общей казарме нас помещали редко и правильно делали. Тут могли быть жертвы. Как-то бригада выступала в ракетной части под Архангельском. Не помню, в котором часу после концерта мы пробрались в казарму, где спали солдаты, но помню, что я проснулся от нечеловечески громкого приказа. Ротоподъем! Было 6 утра. Местные ребята тут же повскакивали, начали одеваться. Наши продолжали лежать. Ротоподъем! Звучит еще приказ. Рота уже встала, а мы не рота. Но, видно, офицера никто не предупредил. Дальше происходит по системе Станиславского. Событие меняется, и офицер сначала набирает признаки. Одни встали, другие лежат, не подчинились приказу. Когда признаки собраны, по лицу видно, как происходит оценка события, недоумение сменяется раздражением, и происходит смена действия. Офицер включает на полную громкость радио, и его очередной ор заглушает мощное «Славься, Отечество наше свободное!» В ответ на это наш тишайший Вадик Рябов из-за круглых очков, прозванный агрономом, берет свою подушку и с такой яростью бросает ее в радиоприемник, что сбивает его с петель к чертовой матери вместе с гимном. На этот раз набор признаков и смены действия происходит мгновенно. Офицер в ужасе покидает казарму. Тяготы службы нам скрашивают девочки из танцевального ансамбля, на одной из которых Коля впоследствии женился. Предметом персонального обсуждения хорового коллектива была эрекция левого соска одной из солисток. Странным образом во время танца сосок возбуждался. Мы уже знали, на каком такте это произойдет, и каждый раз с замиранием сердца следили за этим таинством. За кулисами спрашивали, ну как там? Все в порядке, успокаивали, вернувшиеся со сцены. Концерт прошел не зря. Как-то ко мне подошел особист Кибальников и доверительно сообщил. Максим, в политуправление пришла бумага из Большого драматического театра за подписью Товстоногова с просьбой, когда выйдет приказ об увольнении вас не задерживать. Вы нужны для спектакля рядовые. Так Георгий Александрович избавил меня от лишних месяцев службы. У солдат-срочников за несколько месяцев до окончания службы появляется одна забота. Дембель должен вернуться домой при полном паразе и не с пустыми руками. О службе уже никто не думает. Дембеля занимаются дембельским альбомом и дембельской парадкой Беля. Меня не послали в Афганистан. Я не служил за полярным кругом. У нас не было бессмысленно тяжелого труда и дедовщины. Но в армии я встретил самый грустный Новый год в своей жизни, который помню до сих пор. Но сначала про дембельскую парадку. Сноска. Дембельскую парадку конструируют из солдатской парадной формы. Коленище собок обрезают на 15 сантиметров с обеих сторон. Делают ушки, как на ковбойских сапогах. Каблук наращивают. Чем выше, тем лучше. Высший шик – косой каблук. Брюки, рубашку и китель ушивают. Все должно быть в обтяжку-обтяжку. К боковым швам брюк и кителя прилаживают изоляционный провод, чтобы они могли стоять. Китель украшают всеми воинскими значками, которые сумели достать. Не брезгуют ничем. Механик из танковой части вешает на грудь десантный значок «100 прыжков». Узбек или туркмен 40 лет со дня снятия блокады. У одного пехотинца я видел морской значок за дальний поход. Поверх наград вешают аксельбанты. Достать их непросто, поэтому чаще просто золотят веревку. Тулью фуражки ломают невероятным образом. Дембелю полагается носить фуражку на затылке, чуть-чуть набегрей. Но таким петухом ты можешь щеголять только простившись со службой за воротами части. Итак, про Новый год. Мне предложили в роли Деда Мороза поздравить всех вольно наемных артистов с наступающим Новым годом, пообещав отпустить меня 31 декабря на ночь домой. Я обрадовался и вместе со своей женой Ирой, которая нарядилась снегурочкой, мы объехали всех адресатов, поздравили и подарили подарки офицерам, а также их детям, женам, тещам и тестям. Тестям. Но меня никуда не отпустили. Нас всех оставили в ансамбле. Веселиться не хотелось. В полночь я уединился, выпил кефир, съел вареное яйцо и пошел спать. Вот такой, блин, последний час декабря. Но худо без добра не бывает. В армии я пережил и настоящие минуты счастья. Правда, причиной тому были самые обычные вещи. Дали выспаться, и ты уже весел. Накормили досыто, и ты уже доволен. А когда я доспался и сыт, да еще не надо трястись в автобусе по бездорожью, это ж такое счастье. И все же, когда пришло время демобилизации, я с легким сердцем расстался с Апипом. У меня не было ни дембельского альбома, ни дембельской формы, и об армии я почти не вспоминаю. Спасибо. Продолжение следует...